Один человек погиб и почти 60 ранены при взрывах в Ереване. Поисковые работы продолжаются. Есть угроза дальнейшего обрушения трехэтажного здания. Полиция призывает не приближаться к месту взрыва. По данным наших коллег из армянской службы «Радио Свобода», погибший в результате взрывов человек – это мужчина 40-45 лет. Заведующая приемным отделением медицинского центра «Рыбуни» сообщила журналистам, что его доставили в больницу уже мертвым. Глава МЧС Армении позже заявил, что погибший – мужчина средних лет. Его имя власти не называют. В больнице привезли десятки пострадавших. У них различные травмы, в основном повреждения конечностей, позвоночника и головы. Один из них в реанимации после отравления продуктами горения. Но, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным МЧС, взрывы произошли на складе с пиротехникой. Там начался пожар, но потушить его спасателям пока не удается. По словам очевидцев, на месте слышны взрывы. Вокруг торгового центра сильное задымление. Местные жители помогают разбирать завалы. А позже днем в МЧС Армении сообщили, что эвакуируют людей из Ереванского метрополитена. В министерство поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах. Также спасателям поступили сообщения о бомбах на важнейших военных и гражданских объектах. В том числе речь идет обо всех торговых центрах и зданиях парламента. Туда выехали кинологи и спасатели. О том, связаны ли звонки с аминированием и взрывом, в торговом центре власти не говорят. Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Эту информацию подтвердили в пресс-центре силы обороны Юга. В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксированы новые попадания по Антоновскому мосту. В Херсонском облсовете сообщают, что украинская армия взяла под полный контроль все логистические пути российских военных в регионе. По словам заместителя главы облсовета Юрия Соболевского, ни один из мостов в регионе не пригоден для военного использования российской армии. Он заявил, что пути снабжения больше не действуют. По словам чиновника, попытки российских военных использовать понтонные переправы не решат их задач. Напомню, что Антоновский мост — это единственная переправа через Днепр в самом Херсоне. По нему снабжалась группировка российских военных на правом берегу Днепра. Также украинская армия наносила удары по другой переправе в области — у Каховской ГЭС. В Американском институте изучения войны говорят, что если ВСУ уничтожили эти мосты, то российские войска на западном берегу Днепра, вероятно, не смогут защищаться от украинских контратак. Сегодня Киев в очередной раз призвал жителей Херсонской области эвакуироваться из-за приближения зимы и предстоящей деоккупации. Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС увеличивает радиационную угрозу для Европы настолько, что такого не было в пиковые моменты холодной войны. Об этом заявил президент Украины. Окупанты пытаются надзвичайно цинично залякувать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстрелить Нікополь и Марганец. Они влаштовывают постоянные провокации с обстрелами территории атомки и пытаются нагнать на этот направление дополнительные свои силы, чтобы еще больше шантажировать нашу державу и весь свободный свет. А каждый российский воинский, который стреляет по станции или стреляет, прикрываясь эту станцию, должен понимать, что это является особенным мишением для нашей развития, для наших спецслужб, для нашей армии. Украинский инженер, который работает на оккупированной станции, в интервью BBC подтвердил, что российские солдаты разместили там военную технику и заминировали машинные залы ядерных реакторов. Имя инженера журналисты не раскрывают из соображений безопасности. По его словам, наибольший риск создает обстрелы линий электропередач. Это прямой путь к ядерной аварии, говорит инженер. Напомню, Запорожская атомная станция была захвачена российской армией еще в первые дни войны. В последнее время участились обстрелы станции. Украинские власти обвиняют в них Россию. Москва утверждает, что АЭС обстреливают украинские военные. В МАГАТЭ на прошлой неделе заявили, что АЭС вышла из-под контроля. Аналитики Американского института изучения войны сообщают, что Россия использует захваченную атомную станцию, чтобы сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой, а также пользуются АЭС в качестве щита, прикрывая свою технику. Доклады Amnesty International об украинских военных проверят независимые эксперты. В организации заявили, что хотят, цитирую, понять, что именно пошло не так с отчетом и извлечь уроки. Пресс-релиз доклада был опубликован 10 дней назад. В нем сотрудники Amnesty International обвинили украинских военных в нарушении законов войны, чем вызвали шквал критики не только в Украине, но и в других странах. Теперь правозащитники хотят, чтобы международные эксперты проверили процесс принятия решений перед публикацией. Они признали, что в докладе не уделили должного внимания российской агрессии в нарушении международного права. А также я цитирую многочисленным военным преступлениям, совершенными российскими военными, которые Amnesty задокументировала. Командира полка АЗОВ Дениса Прокопенко могли вывезти в Россию. Об этом сообщила его жена Екатерина в интервью украинскому телеканалу «Суспильне». По ее словам, о местонахождении Дениса Прокопенко она узнала из российских СМИ. Но украинские госструктуры эту информацию не подтверждают. Екатерина также рассказала, что Красный Крест не отвечает на ее запросы. Напомню, защитники АЗОВ-стали сдались в плен в конце мая. Их отправили в колонии, в том числе в тюрьму в Еленовке. 29 июля стало известно о гибели более 50 украинских военнопленных. В Москве утверждают, что они погибли после обстрела колонии со стороны ВСУ. В Киеве говорят, что здания взорвали сами подконтрольные России боевики. Аналитики Американского института изучения войны и другие военные эксперты не увидели на кадрах из Еленовки следов обстрела и считают Россию ответственной за гибель военных. Ранее Верховный суд России признал полк АЗОВ террористической организацией. А в Мариупольском городском совете сообщили о подготовке клеток на сцене местной филармонии, в которой боевики якобы хотят поместить АЗОВцев и провести над ними так называемый суд. Подготовку к нему подтверждали также в самопровозглашенной ДНР. Сейчас в оккупированных городах Донецкой области, а также в России, могут находиться около 2500 украинских военнопленных с АЗОВ-стали. Британский писатель Салман Ружди, на которого в пятницу было совершено покушение, начал говорить. Его состояние улучшилось. Об этом сообщил литературный агент писателя Эндрю Уайли. Он также рассказал, что Ружди отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он по-прежнему находится в больнице города Эри в штате Пенсильвания. 12 августа, когда 75-летний писатель выступал в Нью-Йорке, вооруженный мужчина нанес ему около 10 ножевых ранений, в том числе в шею и в живот. Нападавшего сразу схватили. Он был арестован без права на залог. 24-летнему жителю Нью-Джерси Хадзи Матару предъявили обвинение в покушении на убийство. Вину он признать отказался. Матар родился в Калифорнии в семье выходцев из Ливана. О его мотивах пока что ничего не известно. Последние 30 лет британский писатель индийского происхождения жил под угрозой расправы и был вынужден скрываться. Его книга «Сатанинские стихи», изданная в 1988 году, вызвала протесты в мусульманских странах. Многие посчитали, что Ружди оскорбил пророка Мохаммада, а верховный лидер Ирана Аяталах Амини призвал убить писателя. Ружди – лауреат Букеровской премии. За заслуги перед литературой в Великобритании его посвятили в рыцарей. Вооруженный мужчина открыл огонь по пассажирскому автобусу и пешеходам в старом городе Иерусалима. Ранены 8 человек, двое в тяжелом состоянии. Среди них беременная женщина. Четверо раненых – это туристы из США. В полвторого ночи нам поступил звонок о стрельбе в районе стены плача. Когда я прибыл на место, увидел, что несколько человек лежали на полу. Из них трое в критическом состоянии. Еще несколько человек получили легкие ранения. Там же был и ребенок. Его мы сразу вывезли. Всех раненых отправили в больницу. Через несколько часов подозреваемого задержали. По данным полиции, он сдался. Автобус был обстрелен через неделю после очередного обострения конфликта между Израилем и группировкой «Исламский джихад» в секторе Газа. В прошлые выходные израильская армия нанесла серию ударов по Газе. Были убиты двое высокопоставленных лидеров группировки и еще около десяти боевиков. По информации власти Израиля, они готовили нападение. По данным палестинских медиков, жертвами обстрела стали десятки мирных жителей Газа, в том числе дети. В ответ сторонники «Исламского джихада» выпустили по Израилю сотни ракет. Как минимум 41 человек погиб в результате пожара в церкви в Египте. Об этом сообщает агентство Reuters. Пострадали еще по меньшей мере 45 человек. Пожар вспыхнул во время службы в Коптской церкви в городе Гиза рядом с Каиром. Там в это время находилось около 5000 человек. По словам представителей Сил безопасности, причиной возгорания могло быть короткое замыкание электропроводки. Из-за пожара люди не смогли выбраться из церкви и началась давка. Сообщается, что большинство погибших – дети. Это главные новости к этому часу. Меня зовут Евгения Токарь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова